Критика в адрес федерации в отношении нефинансирования ДСШ, которые очень часто пытаются поставить в вину различным федерациям, по всем видам спорта, не имеет значения. Люди не понимают, каким образом финансируется система. Ни у одной федерации нет своих ДСШ. Это надо просто понимать. Потому что ни одна федерация не получает государственного финансирования. На свои счета не получает никакого государственного финансирования. ДСШ финансируется. Есть государственные ДСШ, они финансируются через систему Министерства образования. Есть ДСШ добровольных спортивных обществ, они должны финансироваться добровольными спортивными обществами. Есть школы при клубах, то есть в системе клубов, детские структуры, они, в зависимости от формы собственности этого клуба, они финансируются из частных источников, из профсоюзных, из государственных. Поэтому для того, чтобы вообще разбираться, как устроена система, надо начать с того, вернее, для того, чтобы это понять вообще, из чего все это состоит. И вот часть реформы, предлагаемая то, что касается спорта, высших достижений и массового спорта, это разрегулирование, снятие вот этого напряжения зарегулированности со стороны государства в лице министерства и возможность денег, которые выделяются на развитие спорта, на поддержку. Это то, что касается сборных, чтобы они могли поступать вот в эту систему через федерацию. Никто не говорит о том, что федерация в таком случае становится свободной от отчетности за эти деньги перед налоговыми, перед любыми контролирующими фискальными органами. Мы все остаемся в той же системе координат, что и как можно использовать, нормативы и так далее. Витископ. Спортивное видео.